Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодня в зарубежных приходах армянской церкви разгораются громкие скандалы. Настоятель армянской церкви во французской Ницце оказался связан с русской мафией и чеченским криминалом. Настоятель армянской церкви в Страсбурге был обвинен в финансовых махинациях. Навести порядок в финансовых делах церкви – задача благородная и давно назревшая. Но одними проверками каналов финансирования тут, похоже, не обойтись. Не хотим вмешиваться во внутренние дела Армении, тем более в таком деликатном вопросе, как взаимоотношения церкви и государства. Но армянская монофизитская церковь – это просто кузница мегафейков. Начнем с названия. Армянская национальная церковь все время именовалась Армяно-Григорианской, а теперь внезапно стала Армянской апостольской церковью. Но позвольте, апостольскими издавна называют ранние христианские церкви, основанные апостолами, учениками Иисуса Христа и учениками апостолов, которые лично общались с ними и были их ближайшими соратниками. Эти апостольские церкви были созданы в I веке н.э. Армянской церкви в этом списке нет и быть не может, поскольку она была основана в I-III-IV веке Григорием Парфяниным, который, понятное дело, не входил в число ни 12 учеников Христа, ни 70 учеников этих апостолов. Апостолы и их ученики жили и проповедовали в лучшем случае до начала II века. Так как же армянская церковь была объявлена апостольской? Можно вспомнить, как после завоевания России азербайджанских ханств, расположенных севернее реки Арас, где действовала албанская апостольская церковь, в нарушение всех канонов указом царского правительства управление албанской апостольской церковью было передано армянской церкви. Однако так можно передать земли, монастыри, приходы, но никак не статус апостольской. Легенду, на основе которой армянская церковь стала апостольской, в конце XIX века сочинили мхитаристы, и они же изложили ее в издании истории Моисея Харенского. Согласно ей, родители Григория Парфянина во время бегства из Сассанитской империи остановились в поле близ могилы апостола Фадея, где и произошло зачатие Григория Парфянина, который таким образом принял благодать от апостола Фадея. Интересно, откуда мхитаристы могли знать, чем занимались родители Григория на могиле апостола Фадея? И откуда так точно знали, что зачатие произошло именно тогда, а не днем ранее или позже? Но даже если все было именно так, статус апостольская для армянской монофизитской церкви эта легенда никак не обосновывает. А кроме нее больше ничего и нет. Более того, есть полное отрицание этой, с позволения сказать, теории со стороны корифея армянской исторической науки Николая Адонца. И многие другие армянские ученые не называли свою монофизитскую церковь апостольской. Например, известный представитель армянской советской историографии Ваган Байбурцян в своих исследованиях не употребляет термин «армянская апостольская церковь», а использует термин «армяно-грегорианская церковь». Другой армяновед Казар Айвазян также подчеркивал, что эта монофизитская церковь называлась «армяно-грегорианской церковью». Подобным образом называл ее и представитель постсоветской армянской историографии Вячеслав Вартанян. Наконец, об армяно-грегорианской церкви писала советская историческая энциклопедия, изданная в 1961 году. В главную редакцию этой энциклопедии были включены известные советские ученые, академики Струва, Тихомиров, а также Абгар и Анисен, делавшие в своих сочинениях акцент на армянский вопрос. Так, на 750-й странице энциклопедии указано, что распространение новой религии в Армении было связано с именем Григория Парфянина. По его имени армянская церковь получила название Григориянской. Или вспомним историю одной из главных святынь Эчмядзина. Нет, мы не пытаемся оценить подлинность копья судьбы, которая хранится в армянском церковном центре, и воздержимся от вопросов, похоже ли вообще Эчмядзинская святыня на боевое копье. Здесь хранится кусок дерева, как утверждается, ни много ни мало являющийся осколком Ноева ковчега. Ноев ковчег, как любят рассказывать в Армении, пристал к горе Арарат. Но вот в чем дело. Во-первых, эта реликвия никогда не проходила экспертизу и радиоуглеродный анализ, который позволяет с высокой степенью точности определить возраст дерева. Любые сомнения в подлинности своей реликвии армянская церковь считает невиданным святотатством. А во-вторых, и возможно это главное, библейский Арарат не имеет ни малейшего отношения к той горе, которую сегодня называют Араратом в Армении. Как полагают многие ученые, в том числе нынешний директор Эрмитажа Петровский, сын Репсиме Джампаладян, с иронией отмечает, библейский Арарат находится вовсе не там, где его принято искать и находить. Во-первых, в Библии упоминается не Арарат, а Сарарат. А во-вторых, находится эта вершина в Кардианских горах, вблизи нынешней границы Сирии и Турции. Миф о всемирном потопе, уверены ученые, не мог родиться за пределами Месопотамии. Об этом писал в своих трудах известный советский историк Анатолий Новосельцев. Но это не мешает оборотистым армянским деятелям изображать на своем гербе находящуюся в Турции гору и Ноев-Ковчег. Демонстрировать двойную вершину Агрыдага заезжим гостям, уверяя, будто бы это и есть та самая библейская гора, которой пристал Ноев-Ковчег. Наконец, давать аналогичные названия газетам, ютуб-каналам и так далее. Цель, с которой фабриковались и запускались эти фейки, тоже понятна. Эти фейки самым непосредственным образом связаны с территориальными претензиями к Турции и со стремлением заручиться поддержкой всего христианского мира. В самом деле, есть же разница. Просто требовать шесть велоэтов Османской империи для армян или освобождать библейский арарат. Просто помогать армянской церкви или объявить ее апостольской для пущего престижа. Ну а когда колыбелю христианства некоторые резвые армянские лоббисты были готовы объявить Карабах, тут уже удивляться не приходилось. И, конечно, очень бы хотелось, чтобы с этими мифами Армении тоже разобрались. Но это выбор армянского народа. Мы ничего навязывать не будем. Только посоветуем не верить фейкометам на слово. Субтитры создавал DimaTorzok